Привет, девчата, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша, и сегодня мы сошьем шорты по выкройке Клоди. Это будет смоделированная выкройка. Мы будем шить из трикотажа. Мне давно хотелось попробовать эту выкройку, и я ее немножко перемоделировала. Ну, там совсем немножко, я вам сейчас все покажу. У нас опять в Воронеж вернулось лето, точнее она продолжается, и у нас достаточно жарко. Напишите, в каком городе вы проживаете, и какая у вас сейчас погода, актуальны ли вам еще шорты, или, может быть, вы будете их шить для домашнего пользования. Выкройку я взяла от Вики Соус, шорты Клоди, как я уже сказала, размер 42 европейский, это 48 на русский. Вообще у меня добеременный размер 44, но я еще не вернулась к нему, поэтому взяла такой. Они будут немножко более объемные, будут лучше смотреться. Мой рост 164, четко попадаю в ростовку 2. Мы будем кроить переднюю половину шорт. Все точно так же, как у нас в лекалах дано. Мы будем кроить заднюю половину шорта точно так же, как у нас в лекалах дано. Но мы игнорируем выточку, она у нас идет в слабину резинки, мы игнорируем молнию. Так же я буду делать карманы, мне кажется, в шортах карманы необходимы, поэтому я сделаю. И мы будем делать пояс. Пояс мы измеряем по ширине всех шорт без учета вот этих всех выточек. То есть можно сточать и потом померить пояс и выкроить его. Я вот выкрыла кусочек пояса, остальное я не стала печатать и склеивать. Я просто этот кусочек беру и на всю длину, которая мне нужна пояса, я его расчерчиваю как по шаблону. Все, нам не нужны будут шлевки, нам не нужно будет дополнительный пояс, который всовывается в шлевки. Поэтому вот это все детали, которые нам нужны. Для пошива нам потребуется футер двухнитка. Я взяла футер двухнитку, можно взять трехнитку или какой-то другой, любой трикотаж. Я бы взяла такого цвета экрю. Мне кажется, будет хорошо сочетаться с моими цветными футболками, любыми, которые есть универсальный цвет и белыми кедами. Так же нам потребуется оверлок. Вы можете пользоваться обычной швейной машинкой и использовать строчку зигзаг, как всегда. Так же нам потребуется резинка. В принципе, все. Я также буду использовать машинку стачивающую для того, чтобы добр работать карман. Сейчас все увидите. Давайте, погнали шить. Ужин терпится. Сначала мы обработаем карман. Все как обычно. Мы на переднюю половинку шорт накладываем мешковину кармана, скалываем. У меня немножко тут примялось. Но сейчас мы это все разутюжим. И стачиваем. Другом я карман припечатываю. Шов приутюживаем на сторону брючины. А затем отгибаем карманчик. Делаем перекант в сторону мешковины небольшой. И этот перекант мы приутюживаем. Кстати, хотели бы вы видео-экскурсы, что такое перекант, что такое стачать, сметать. Ну, в общем-то, разные слова, которые пользуются в обиходе у портных. Нужны ли вам они, не нужны? Напишите мне в комментариях. Тоже будет интересно снимать такие видео, не снимать. Потому что, в принципе, нас учили в техникуме пользоваться именно такими всякими выражениями. И, можно сказать, линейка били по рукам, если мы выражались неправильно. Приутюжить, разутюжить, сутюжить. Вот это все, если вам интересно, то дайте знать. Я настраиваю стежок достаточно крупный, 3,5 длина стежка. И 0,5 от края я буду прокладывать закрепляющую мешковину в строчку. Обрабатываем мешковину кармана. Я просто кладу сверху верхнюю мешковину и точно так же все это скалываю по кругу, по всему карману. Я всегда мешковину приутюживаю, вот так раскладываю. Приутюживаю, чтобы не отпечатывалось ничего на брючине. Теперь берем заднюю брючину. Итак, вот она у нас. И скалываем по боковому и по шаговому срезу. Всегда скалывайте по полочке, потому как шов оверлока идет по полочке. Я, кстати, не меняла длину изделия, оставила ее такой, какой она есть. Я хитро лекала, примерила на себя, посмотрела, что мне, в принципе, устраивает длина. И решила такой ее оставить. Поэтому вы можете посмотреть, может удлинить или наоборот. Уменьшить длину. Все стачиваем. Очень важно посмотреть, что карман вошел в шов. Все вошло. Все супер красиво. Еще отутюжим и будет отлично. И также скалываем средний шов. Тоже по полочке. Ориентируйтесь на карман. Шовчики приутюживаем, а затем заутюживаем их на спинку. Выворачиваем одну брючину на лицо, а другую вставляем наизнанку и засовываем брючину в брючину. И теперь нам нужно сделать шаговой шов. Все скалываем и на верлоке стачаем. Он мой волшебник, он мой клад. Самый вкусный шов. Теперь этот шов заутюживаем. Одну из сторон можно разложить, потому что там, где у нас лицо верлока. Вот так вот все раскладывается. Займемся поясом. Я его сначала в кольцо и разутюжила. А также заутюжила на серединку. И затем, смотрите, я решила сделать пояс с двойной резинкой. То есть у меня пойдет резинка внутри здесь и ниже здесь. И оставляем расстояние, чтобы притачать непосредственно к шортам. Я делаю разметку с помощью булавочек, потому что у меня белый пояс и будет не видно мел. Поэтому я разметила булавочками и буду к булавочке идти. Вот так выглядит пояс. И посмотрите, мы оставили, чтобы всунуть резинку, здесь вот отверстие. Я отрезала резинку по своей талии. Отрежьте тоже для своей. И теперь мы вставляем резинку в верхнюю часть и в нижнюю часть. И у нас получился вот такой пояс с двойной резинкой. Теперь нам нужно его притачать к шортам. Теперь я прикалываю пояс по периметру в шорт, по срезу. Расправляю вот так вот. Не натягиваю, а так как у нас пояс одинаковый был выкроен вместе по размеру с верхним срезом. Я просто вот так вот его распрямляю и прикалываю. И сейчас мы будем это притачивать на оверлоке. Итак, мы обработали наш пояс. Сейчас мы его заутюжим еще вниз. И теперь пока что у нас есть возможность обработать низ изделия. Я буду делать это зигзагом. Я подвернула на 3 сантиметра. 3 сантиметра у нас припуск. И сейчас обработаю это все дело зигзагом. Вы можете обработать двойной иглой, например, или прямой строчкой и оверлоком. Проведем окончательное ВТО изделие. Все шовчики приутюжим. Вот шорты и готовы. А теперь посмотрим, как они будут выглядеть на мне. Ну что ж, вот такие у нас с вами шорты получились. Я надеюсь, вам понравилось это видео и было полезным. Напишите в комментариях, будете ли шить такие же шорты, как я. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также на мой инстаграм. И мы увидимся с вами очень скоро в новом видео. Я всех целую и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok